Представители администрации на улицу Южно-Сахалинскую приходят уже не в первый раз. В домах, признанных аварийными, остаются нерасселёнными ещё несколько квартир. Переезжать люди не спешат по разным причинам. Жители дома номер 89, например, утверждают, что имеют право на пятикомнатную квартиру. Поскольку именно столько комнат было в их сгоревшем доме, это жильё стало их временным пристанищем. Мне нужна пятикомнатная квартира. Раз не хотят давать две раздельные, дайте пятикомнатную, как было у нас раньше. Но дело в том, что администрация не хочет нам давать то, что у нас было до этого. У нас была пятикомнатная квартира после капитального ремонта, нам дало государство. Они надают трёхкомнатную. Мы в неё ходить и не идём, потому что она нас не устраивает. По закону семья переселенцев должна взамен получать равноценное жильё. То есть это квартира с площадью и комнатами, как и в старом доме. По информации мэрии, у семьи Ганиных имеется ордер только на двухкомнатную квартиру. Право на дополнительные квадратные метры им придётся подтверждать в суде. А это займёт немало времени. А пока сложившуюся ситуацию представители комиссии по переселению пытаются уладить, не прибегая к отключению коммуникации принудительному выселению, на этой территории не может полноценно начаться строительство 25-го микрорайона. У меня площадка должна быть огорожена с перекрытием улиц. То есть я не могу их перекрыть, так как точечно кто-то где-то проживает. Тем самым у нас отодвигаются сроки уже порядка трёх месяцев. Строители возводят здесь первую очередь жилья. К марту следующего года сдадут 13 домов для 176 семей из 20 аварийных домов. Переезда сюда ждёт и семья Галины Головиной. В доме номер 145 по улице Фискультурной они живут уже 30 лет. Дом признали аварийным. Расселить его должны до конца 2016 года. Однако сроки строительства могут сорваться из-за горожан, которые не спешат покидать аварийное жильё. Порядок же есть, закон есть. Так что, как говорится, по-моему, ни на что рассчитывать нельзя. Это же всё предупреждалось. Сколько занимаешь, столько и получаешь. Всё общество страдает из-за них теперь, из-за этой задержки строительства. Но решать надо этот вопрос. Конечно, они задерживают наше переселение теперь. Неизвестно, как сложится. У Галины Головиной с документами всё в порядке. Осталось теперь только надеяться, что переезд в новую трёхкомнатную квартиру на улицу Южно-Сахалинскую не займёт много времени.